В преддверии Дня защитника Отечества малыши детского сада номер 12 подготовили для солдат воинской части города Славянска-на-Кубани песни, стихи и другие сюрпризы. Подробнее в следующем материале выпуска. Воспитывать счастливых детей, по словам старшего воспитателя детского сада номер 12 Ларисы Печенкиной, это одно из главных направлений в её работе. А счастливое детство у детей, говорит Лариса Ивановна, тогда, когда есть мирное небо над головой. Одним из приоритетных направлений мы считаем, особенно в рамках того, что сейчас происходит в стране, конечно же, это гражданство с патриотическим воспитанием. То есть и одним из праздников мы, конечно же, считаем, что это празднование 23 февраля, это уважение, дань нашим защитникам Отечества. И, конечно же, педагоги наши готовили на своих группах, готовят и готовили и выставки, и беседы проводят, и в вооружённых силах, и о доблести наших солдат. К встрече с военнослужащими дети готовились целую неделю. Было заметно, что они немного волновались выступать перед гостями, но, выйдя в центр комнаты, с уверенностью исполнили военно-патриотическую песню. Малыши не только пели и читали стихи, но и участвовали в импровизированных военных эстафетах, полоса препятствий, перетягивания каната и другие. В этом им помогали виновники торжества. Защитники Отечества несут непростую службу в армии. В подарок от всего коллектива детского сада номер 12 им вручили сладкие подарки. А дети подготовили свой сюрприз – рисунок, символизирующий праздник 23 февраля. Хочу пожелать им счастья, здоровья, чтобы они были молодцы. Я хочу всем мужчинам с днём отечества поздравить силы. Я хочу желать, чтобы солдаты нас защищали, охраняли. Вячеслава Собянина ещё 8 месяцев назад отправили служить воинскую часть Славянска-на-Кубани в автомобильный ремонтный батальон. Вячеслав признаётся, что очень приятно было принимать поздравления от малышей. Особенно приятно побывать на таком весёлом мероприятии впервые за всё время службы. Всё очень понравилось. Дети активные. Правда, непривычно было видеть столько ярких впечатлений за 8 месяцев службы. День защитника Отечества – это праздник, который объединяет поколения людей, стоящих на страже государственных рубежей. Будь то ветеран, прошедший порах войны, или юный солдат, кадет, маленький мальчик – будущий защитник Отечества. Это люди, в чьих руках наше будущее. Те, кто это будущее нам обеспечил. Тина Копачевская, Игорь Ванчиков, Александр Косицын. Программа «События».